10 марта 1935 года на карте СССР образовался новый город. Из нескольких предложенных вариантов было выбрано самое звучное название Наринмар. За 86 лет из небольшого городка, в основном с деревянными строениями, Красный город преобразовался в уютную современную столицу Заполярья. Ну а главным его достоянием были и остаются жители. Александра Литкова продолжит. Вдох, выдох, руки перед собой. Лечебной гимнастикой с детьми и взрослыми Раиса Рочева занимается более 15 лет. Начинала свой трудовой путь в детском саду, но ни разу не пожалела, что ушла работать в комплексный центр социального обслуживания. Приятно видеть результаты своего труда, когда дети, которые к тебе ходили, стали намного более подвижными, они заинтересованы заниматься гимнастикой, они стараются какие-то выполнять рекомендации. И встречая тебя на улице, они всегда приветливы, приходят вновь. И ощущаешь плоды своей работы. Своим трудолюбием и отношением к пациентам Раиса Рочева давно заслужила признание коллег. Она владеет большими знаниями, большим комплексом физических упражнений, реабилитационных упражнений, что применяет в своей работе. Конечно, мы все коллеги ее уважаем, не только за то, что она хороший специалист, но еще добрый, отзывчивый человек. Сейчас Раиса Рочева не только трудится на благо жителей округа, но и участвует в общественной жизни города, а также является членом клуба «Серебряное волонтерство». Как признается наша героиня, ветеран труда города Нарьенмара и ее первая награда за многолетний труд. Общий стаж Раисы Рочевой более 40 лет. Комплексный центр социального обслуживания. Торжественная церемония награждения горожан традиционно прошла в день рождения Нарьенмара. С приветственным словом выступил губернатор Ниньского округа Юрий Бездудный. Нам есть чем гордиться. У нас необыкновенная природа, но самая большая ценность – это, конечно, люди, которые здесь живут, которые здесь работают и строят этот город. Дорогие друзья, поздравляю вас с днем рождения нашего города. С праздником вас! В свою очередь глава Нарьенмара Олег Белак отметил, что Нарьенмар – это не просто муниципальное образование, а столица субъекта России. 86 лет для города, конечно, это немного, но с точки зрения жизни человека это по большому счету три поколения. И поздравляю сегодня здесь молодых, тех, кто вносит вклад в развитие города. Безусловно, мы будем отдавать дань уважения и почета ветеранам города, которые долгие-долгие годы провели здесь и отдали много-много сил на процветание и развитие нашего города. Четверо жителей Нарьенмара стали обладателями почетных медалей ко дню рождения города. Еще 19 горожан удостоены звания ветеран города Нарьенмара. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север.